Ну и переходим к оккупированному Мариуполю. К апреле оккупанты должны завершить подготовку к мобилизации. Среди прочего, должны быть окончательно сформированы военные комиссии, которые приступят полноценно к работе. Об этом рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. У него же давайте узнаем все подробности. Советник городского главы Мариуполя присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Расскажите подробнее, пожалуйста, об этой новости. Ну, конечно, нам бы хотелось, чтобы к апрелю уже над Мариуполем развивался украинский флаг, да? Но, тем не менее, если они готовят призывную, так сказать, кампанию, что они делают для этого? Безусловно, хотелось бы. Ну, будем смотреть на реалии. Вряд ли 1 апреля мы вернемся в город еще. Ну, тем не менее, что с 18 февраля вышел указ, так называемый указ, так называемого головы ДНР Пушилина о формировании военкоматов и возобновлении воинского учета. На прошлой неделе он фактически вступил в силу, что отличает этот указ, собственно, и все то, что происходит на сегодняшний день, от того, что было до того. То есть это полноценный воинский учет, полноценные военкоматы, включая медицинские комиссии, которые непосредственно будут определять способности и неспособности нести воинскую службу. Одновременно, сразу после опубликования этого документа, фактически военкоматы приступили к работе. Буквально сегодня, просто последний пример студентам, которые учатся в вузах, расположенных в городе Мариуполе, в оккупации, прошла рассылка о том, что до 27 числа им необходимо всем, кто родился, начиная с 1996 года, встать на воинский учет, собственно. И такая же самая ситуация происходит по всем коммунальным предприятиям, условно-бюджетным организациям. И, в принципе, вкупе с массовой паспортизацией, с принуждением паспортизации, следом за получением российского паспорта, идет, соответственно, обязанность стать на воинский учет. То есть, таким образом, по состоянию на 1 апреля оккупированный Мариуполь будет готов к полной официальной реальной мобилизации в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Если сейчас мобилизация идет и носит больше такой скрытый характер, осторожный, не массовый, то, безусловно, вот мы подошли к той черте, когда будет стартовать теперь уже массовая мобилизация, как только она начнется в России. В России общественное мнение к этому уже готово, готово к тому, что в этот раз мобилизация будет в первую очередь за счет оккупированных территорий, потому что российский нарратив и российское, так сказать, общество говорит о том, что, ну, раз эти люди хотели присоединиться к России, раз они так стремились и только получили российские паспорта, пусть идут, защищают на фронт свой выбор. В общем-то, с одной стороны, если бы это все было так, в этом есть определенная логика, но, безусловно, мы же понимаем и помним, как проходил так называемый референдум под дулом автомата, поэтому, к сожалению, мобилизация не за горами. Вы сказали, что в России уже к этому готовы. Готовы ли в оккупированном Мариуполе и сколько могут призвать человек из города? Морально, конечно, не готовы. Пропагандисты всех мастей, включая гуляйтеров, управляющих городом, пытаются рассказать о том, что нет, мобилизации не будет, но, тем не менее, уже мы видим смену риторики, видим ее со смены прошлого гуляйтера, нового гуляйтера. Если раньше говорили о том, что точно первые три года не будет никакой мобилизации из оккупированного Мариуполя, ссылаясь на слова Пушилина, то сейчас уже говорят, ну, теперь же мы Россия, поэтому и по российскому закону будет мобилизация. Поэтому люди пытаются отрицать объективное, отрицать реальность. К сожалению, к счастью, многие начали выезжать, поскольку это тоже является тем фактором, который стимулирует людей к выезду, особенно мужчин. Насколько сложно им выехать? Непросто. Не сказать, что это легкая прогулка, но и не сказать, что это невозможная ситуация. Есть пути, выезжают, к сожалению, только через территорию России и дальше в страны ЕС и возвращаются в Украину, либо остаются, найдя защиту в странах ЕС по-разному, в зависимости от ситуации. Но, тем не менее, люди поехали. Есть пути, не буду много рассказывать о том, как это происходит, пока это происходит. Но и по сравнению, скажем, с тем, как это было 3-4 месяца назад, стало гораздо легче. То есть есть определенное послабление, поэтому надо пользоваться и ехать, пока есть возможность. Но бежать людям действительно нужно, потому что, зная методы убеждения российской армии и количество пыточных в области и в самом городе Мариуполе, понятно, что каким методом могут оккупанты прибегать, если уже... Безусловно. Но у нас нет сомнения по поводу того, какие будут методы. Если так разбираться, то на сегодняшний день нам известно минимума 10 мобилизованных из коммунальных учреждений, мобилизованные они последний месяц, то есть в течение февраля, собственно. То та же самая судьба стала с мобилизацией полицейским, которые изменили присягу, перешли на сторону оккупантов. То, как и их практически всех, там больше 150 человек уже сегодня находятся на линии фронта. Они, конечно, думали, что будут в глубоком тылу взятками заниматься, а оказывается, получилось немножко не так. Минимум 18 человек, нам известно, уже привезли назад в гробах, собственно, в Магнужском районе. Поэтому методы понятны, не будет там никаких уговоров. Будет то, что мы видели в Донецке в свое время, в Луганске, когда будут хватать на улицах, будут хватать где угодно и сразу на фронт. Никакой подготовки, собственно, пушечного мяса, а сколько людей. Но объективно в городе можно без большой сложности, скажем, на сегодняшний день насобирать порядка 10 тысяч вместе с районом. Ну, до 15 тысяч, скажем так, можно призвать в ряды и кинуть в окопы со стороны российской оккупации, учитывая те методы, которые они занимают. Это немало, но, опять же, эта ситуация, она касается не только Мариуполя, она касается всей оккупированной части Донецкой области. То есть, в целом, если ценить мобилизационный ресурс, по крайней мере, Южного куста, это берем Мариупольский район, Мариуполь-Новозоз, Новозозский район, Волновахо-Волновахский и Тельманово-Тельмановский район, я думаю, что там тысяч до 20-25 мобилизационного резерва есть. Если брать, что была объявлена, когда мобилизация речь шла в России о 300 тысячах, то 25 тысяч – это достаточно весомый вклад только с одной области Украины. Ну, это звучит, конечно, страшно, то, что украинцев будут посылать, действительно, воевать против украинцев. А то, что российские оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь-Донецк, рыть там оккупы, о чем говорит? О том, что боятся контрнаступления? По крайней мере, начали относиться к нему реально. И уже не звучит у нас Россия тут навсегда, никогда-никогда. Да, видим, что укрепляют северную часть, то есть это направление на Донецк. Северная часть трассы Мариуполь-Донецк, которая проходит по Мариупольскому району, вот укрепляется. На днях начали рыть оккупы, роты вручную. Сегодня начали устанавливать противотанковое заграждение, это и зубы дракона, и ежи. То есть подготовка идет с точки зрения, что они ожидают наступления и с той стороны. Мы понимаем, что Угледар как раз находится с той стороны Волноваха, поэтому понимают и они, что может быть наступление не только со стороны, собственно, Запорожской области. Готовятся. После периодических бавов на городе Мариуполе пришло осознание, что не только что это неглубокий тыл, который настолько безопасен полгода назад, но и о том, что наши вооруженные силы гораздо могут оказаться ближе и быстрее, чем кто бы того ожидал. Ну, действительно, оккупантам это бавов на настроение не прибавляет, в отличие от нас. Для нас это радостные новости. И получаем мы их, ну, уже с завидной регулярностью, что ни сутки, то очередные хлопки в Мариуполе. Что-то известно о результатах этих хлопков? Какой улов? Ну, и давайте из того, что можно говорить на сегодняшний день, точно минус 20 оккупантов перешли в состояние хороших русских. Еще 10 идут по дороге в том же направлении. Остальные данные пока мы уточняем, согласовываем, будем согласовывать с нашими вооруженными силами, с нашим сопротивлением мариупольским. Но, вроде бы, предварительно минус комплекс ПВО-1. Это тоже хорошая новость, и поэтому эффективно, достаточно эффективно во всех отношениях. Что касается создания мариупольской военной администрации, уже была тоже такая новость, А что вы можете добавить к ней? Да, что добавить? Мы на военную администрацию не влияем. Есть соответствующие компетентные лица, будут принимать решения. Безусловно, рано или поздно она будет создана. Насколько целесообразно и когда ее целесообразно создать, будут решать те, в чьих полномочиях, собственно, это решать. Я думаю, что нашу деятельность по заботе о мариупольцах и по приближению, где оккупаться, это никаким образом не отразится. Поэтому посмотрим. Ну, кто знает, просто мы вспоминаем историю освобождения Херсонской области. И вот как раз за несколько недель до освобождения части оккупированных территорий, как раз и были созданы районные военные администрации для того, чтобы они могли быстро приступить к выполнению своих обязанностей. Нам хочется надеяться, что история повторится и очень быстро. Нам тоже очень хочется на это надеяться. Поверьте, мы все хотим домой на самом деле очень сильно. И чем раньше это случится, тем это будет лучше. Безусловно, в условиях деоккупации и первых необходимых шагов. Местное самоуправление, наверное, не та организационная форма, которая может существовать в плане представительства, когда нужно принимать единовластные и ответственные решения. Посмотрим. Будем надеяться, что действительно это предвестники и быстрая деоккупация. Кстати, вот вы сказали о возвращении домой. Каким может оказаться ваш дом, дом мариупольцев, украинский Мариуполь. Ну, кроме того, что он разрушен очень сильно. Плюс еще проходит промывка мозгов, и оккупанты принуждают детей поднимать российский флаг и слушать гимн Российской Федерации. Как еще действует пропаганда? Пропаганда действует очень сильно. Ну, кроме того, как она нам естественных методов воздействия на горожан, телевизор, газеты, интернет-ресурсы, социальные сети. Но это не очень эффективно, на самом деле, в условиях проживания в городе Мариуполе. А самое страшное, что да, дети являются основным инструментом, основным источником пропаганды. Причем не просто пропагандой и контролем за взрослыми. Потому что промывают мозги дети с промытыми мозгами и с новыми услышанными нарративами приходят домой. Рассказывают, естественно, это родителям, а родители не могут поправлять. Поэтому были уже случаи, когда родители пытались объяснить, что не все так однозначно, как минимум. Достаточно даже лояльной форме. Дети возвращались в школу, естественно, делали замечания, скажем так, ремарки и поправки учителям. А вслед за этим приходила ФСБ и снова разлученная семья. Поэтому все эти истории в городе знают, в городе молчат в этом случае. Россияне тоже прекрасно понимают, что будут молчать и будут слушать. И это живая пропаганда прямо у тебя дома, да, постоянно, которую ты не выключишь. И вынужден будешь обсуждать эти все русские нарративы в той конве, в которой принес их ребенок, к сожалению. Поэтому действительно детей используют больше всего именно как объект и как субъект пропаганды. Петр, скажите, а кто же эти учителя, кто доносит на семьи, это коллаборанты, это привезенные из России. Кто эти люди, которые, конечно же, потом будут отвечать за то, что они делают? Надеюсь, что не только потом. Все наши, все мариупольские, все мариупольские, мариупольские районы, все местные, никому привезенных. Если есть необходимость в привезенных условно, как, например, с истории России, там просто организуют дистанционные уроки, из Питера их ведут, специально подготовленные лекции. Это да, бывает. Это все остальное наше, поэтому все мы заняты и мариупольцы в эвакуации, в оккупации, понимая актуальность этого, в частности, вопроса. Ну, наверное, наши бывшие уже осветяне, они прям у нас три и атаки с точки зрения мариупольцев. Для того, чтобы выявить всех, для того, чтобы все были наказаны, как того требует законодательство, никто не смог уйти от наказания. И, собственно, такой возможности у них и не будет, я думаю, у тех, кто останется. Потому что на стадии, когда стало понятно, что людей заставляют местами идти в школу, да, создаются условия и так далее, и так далее. В принципе, мы создавали возможности для учителей, которые находятся в оккупации, сообщить о том, что мы вынуждены идти работать в школу по тем или иным причинам, в силу выживания, собственно, и для того, чтобы после деоккупации, как минимум, особо разбираться, насколько это действительно правда и неправда. Ну, как минимум, да, к более лояльному отношению. Поэтому таких учителей мы знаем. Все они, как говорится, взяты на карандаш, а все остальные, которые просто пошли работать, ну, это их выбор сознательный. Впереди я глубоко уверен. В лучшем случае 15 лет уютной мариупольцы, украинской тюрьмы, да, за вот те преступления, по сути. Потому что мы должны понимать, что коллаборация и учителя, это же не просто преподавание по другой системе. Да, это элемент идеологической войны и геноцида против украинского народа. Именно эти обвинения ими будут предъявлены по итогу. Спасибо вам огромное. Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Продолжение следует...